Подведены итоги Международной студенческой интернет-олимпиады по химии, организованные Международным университетом нефтегаза имени Екшигелдикакаева. Студенты Химического института имени Александра Бутлерова Казанского университета в личном первенстве заняли весь пьедестал интеллектуального соревнования. Студентам предстояло за три часа решить задания на самые различные темы. Этап по сути был один, теоретический, дистанционный, включал в себя решение 19 задач по различным направлениям химии. Лично для меня сложность составила, составили задачи, связанные со спектроскопией ЕМР. Олимпиаду пишу уже довольно длительное время, не первый год. Задания были для меня не в новинку, были какие-то интересные темы, какие-то интересные факты. Это просто еще один этап, еще один опыт, который я приобрел для себя. Олимпиада проходила дистанционно на платформе Moodle. Участие мне приняли 142 студента из 13 стран Великобритании, Китая, Южной Кореи, Венгрии, России и стран СНГ. Участие студентов в Олимпиаде представляет, на мой взгляд, важный элемент воспитания молодого человека, как личности. То есть он понимает, что он может достичь сам, то есть видит свой уровень образованности, может сравнивать себя, скажем, с студентами других вузов. И то, что наши студенты, студенты химического института Казанского федерального университета, заняли призовые места, стали победителями в Международной Олимпиаде, показывает, что, по крайней мере, образование у нас по химии не хуже, чем то, что дают, скажем, ведущие мировые университеты. Директор Института химии добавил, что участие в Олимпиадах – это в первую очередь соревнование, в котором всегда есть победители и проигравшие. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс.